К сожалению, технически никак по-другому мы не можем поговорить с Павлом Григорьчуком, которого сегодня отпустили под домашний арест, поэтому мы будем сегодня говорить с ним по фестайму, пока это у него единственный мессенджер. Способ связи, который у него есть, он еще не успел себе на телефон установить ни скайп, ни фейсбук мессенджер, поэтому говорим сейчас с Пашей. Паша находится у себя дома, мы с адвокатами проконсультировались, мы не нарушаем закон. Поэтому, Паша, во-первых, с освобождением. Паша, расскажи, как... Паша, слышно меня? Слышно. Ты ожидал сегодняшнее решение суда о переводе тебя под домашнюю арест? Честно, я еще ожидал, я еще думал, что все-таки меня освободят, еще когда Владимир Воронин хотел быть моим поручителем освобождения. Но так получилось, что, несмотря на то, что Воронин промульгировал Уголовно-процессуальный кодекс в 2000 году, по которому и проходит уголовный процесс в Молдове, тем не менее суд посчитал, что экс-президент не является лицом, обладающим доверием, чтобы быть моим поручителем. Это в то время, когда освобождают убийц, наркоторговцев без каких-либо поручителей, а здесь за пощечину продолжал оставаться. И я был уверен, что мне вынесут срок. И то, что я сегодня нахожусь дома, это только благодаря тому, что в Молдове начались перемены, благодаря тому, что эти перемены могут стать революционными, благодаря тому, что левые и правые объединились. И если я нанес свое время 3 месяца назад пощечину в сырку, то они нанесли этому режиму хук слева и хук справа. Паша, вопрос к тебе. Сегодняшнее решение суда по переводу тебя под домашний арест, потому что предыдущие три раза они тебя оставляли в пенитенциаре номер 13. Говорит о том, что вдруг наша судебная система стала независимой? Или просто, я не знаю, они решили быстро, почуяли, что поменялось направление ветра, и они решили быстро поменять направление флюгеля? Или, я не знаю, может быть, просто кто-то не дал на этот раз им команду? К сожалению, все гораздо проще. Конечно же, юстиция не стала у нас свободной, к сожалению. Все гораздо проще. Просто за последние дни из Молдовы вместе с Плохотниковым убежало также еще несколько демократических крыс, которые являются координаторами судебных процессов в Молдове. Кого конкретно ты имеешь в виду? Это Иралов, это еще другие лица, которые координируют судебные процессы в нашей стране. И просто судей и прокуроры сегодня не получают, во-первых, они не получают пока еще, может быть, завтра они снова начнут получать эти сообщения по WhatsApp, у кого нужно приговорить, кому продлить арест и так далее. А во-вторых, конечно же, сегодня они ощущают то общественное давление, скажем так, людей. Потому что все люди у нас в нашей стране, и левые, и правые, и русские, и молдаване, и румыне, все хотят правового государства, верховенства, права, необратимость, прав человека и так далее. Паша, Паша, я думаю, что у нас с тобой еще будет возможность тогда, когда ты сможешь себе установить скайп, нормально с тобой поговорить в одном из следующих эфиров. Два коротких вопроса. Когда ты говоришь, что им больше не отправляют по WhatsApp решения, кого сажать, кого освобождать, ты ссылаешься на какие-то конкретные примеры? Ну, это пример мой, безусловно. Что судям по WhatsApp отправляют решения? Конечно. Это, во-первых, все решения в отношении политических дел, и это все решения в отношении неугодных коммерсантов, которых отбирали бизнес или вымогали деньги. Скажи мне, пожалуйста, мы с тобой еще в ближайшие дни поговорим. Ты вот сейчас, как тебе сиделось в пенитенциаре номер 13? Ты же там не первый раз. Я сидел, к сожалению, не первый раз. Я, к сожалению, не первый раз сидел в пенитенциаре. Я сидел и по делу Антифа в 5 месяцев, и по делу группы Беренко за протест у генпрокуратуры 6 месяцев. Так вот, тогда сидение в пенитенциаре, это еще было санаторием, если хотите. Хотя условия в молдавских тюрьмах, они соответствуют нормальным. И есть сотни решений Европейского суда по правам человека о том, что эти условия приравниваются к пыткам, нарушают права человека и так далее. Но сейчас, к сожалению, ситуация деградировала. И без того плохой тюрьмени соответствующий нормальным условиям, начальник пенитенциара Игорь Пынтя, которого я называю гестаповцем, он в отношении политических заключенных создает еще более плохие условия. Он не разрешает даже кипятильники передавать, не разрешает. Особенно политических заключенных держит в подвалах. Это и я, и Георгий Петик. Я надеюсь, что скоро Георгий Петик тоже окажется на свободу. А ты с Георгием Петиком общался там? У вас была возможность общаться? Паша, у тебя была возможность общаться с Георгием Петиком, с Андреем Трангой? Да, я первый месяц нахождения находился в соседней камере. Он был в 120-й, я в 121-й камере. Мы находились в подвале на третьем корпусе 13-го пенитенциара. Я был свидетелем, когда Игорь Пынтя с двумя сотрудниками тюрьмы напал на Георгием Петика за то, что тот говорил по телефону, ну с таксофона, там есть в коридоре таксофона, раз в неделю можно выходить говорить. Игорь Пынтя снимал его на видеокамеру, и Петик говорил с каким-то из своих близких, и говорит, вот мне Пынтя снимают на видео, на телефон, видимо, он хочет показать это видео плохотняку. Вот просто пошутил, и после этого Пынтя просто как сцеписом рвался. Вот. Это было с 1 апреля. Паш, я тебе предлагаю в первую очередь установить себе скайп, чтобы мы могли с тобой сделать нормальное интервью, потому что тем очень много, просто пока с освобождением. Да, я с удовольствием. Я прошу прощения у телезрителей, у вас, что не смог установить, просто все так быстро произошло, и я с телефоном просто не управился, то деньги... Да, мы все понимаем, знаешь, просидеть три месяца в тенитенциаре номер 13 и не суметь первые несколько часов установить скайп, это не самая большая проблема. Дай Бог, чтобы это была самая твоя большая проблема. Хорошо, мы поговорим. Если можно, я хочу сегодня обратиться к новому министру юстиции Станиславу Павловскому. Это очень уважаемый человек, у него есть опыт работы в Европейском суде по правам человека, и я к нему обращаюсь с тем, чтобы он навел порядок в 13-м пенитенциаре, потому что сегодня это действительно концлагерь плохотнюка для неугодных заключенных. Я хочу обратиться, чтобы он занялся судьбой Георгия Петтика и других неугодных заключенных, и Сергей Косован, и Валерий Куку, и многие другие... Комиссаров, которые просто... Я хочу, чтобы он занялся вопросом, на каких основаниях брат Дамира сегодня возглавляет спецназ Министерства юстиции Пантера, который просто превратился в правительный орган, и он не занимается своим прямым назначением, чем должен заниматься. Станислав Павловский за ним много лет работал в Европейском суде по правам человека, он знает, что такое Европейская конвенция по защите прав человека основным свободам, и он знает, что в тюрьмах Молдовы... Я уверена, что он тебя услышит, либо ему передадут. Последний вопрос, Паша, что у тебя на заседании... Последний вопрос, что у тебя сегодня на заседании делал Брината Усатый? Его приезд вчерашний вызвал много вопросов. Одни радовались, другие задавали вопросы. Как так получилось, что спокойно пустили в страну при уголовных делах? Ну, я думаю, что... Возможно, это связано с тем, что координаторы сегодня не упустили хватку, и они сегодня сами сбежали. Может быть, из-за этого... Может быть, нет, я не знаю. Не знаю, Наталья. Я еще не знаю всех вопросов. Вот. Но то, что он был на суде, я благодарен Ринату Усатому, Владимиру Воронину, и Андрею Настасье, который в пятницу говорил, что нужно прекратить издеваться надо мной, над Петиком, Сергеем Чеботарем и другими политическими заключенными. Я благодарен всем людям, которые эти месяцы мне помогали, поддерживали меня. Вам, Наталья, благодарен. Ну, просто делать свою работу. Хорошо, Паша, устанавливаю, искать себе. Наша задача... Устанавливать... Устанавливать... Наша задача всем обществом сегодня объединиться, бороться за правовое государство, чтобы в нашей стране было верховенство права, а не верховенство бандитских и антитехнических прав. И мы должны все объединиться. Все люди разных национальностей, разных языков общения. Все вместе. Все. Устанавливать... Устанавливать... Не чувствуем... Разуме аниме... Устанавливать... Ценность случает... Устанавливать... Декат омнореа и libertат. Для этой семьи, Са фи корупт, И не так, Са треши при греотати и конфрунтери. Ам decis. Сумтем михи, Чи не имеем вреда потери. И е опокрит, Са creи, Кае, Май-авам, Пентру-че-луптам. Май-авам, Пентру-че-луптам. И е опокрит, Са creи, Са dreеши при греоти Са треши при греотеи и конфрунтери, И е май бине декат за фи корупт. Пентру-чеастаецие, Онореа и libertата Са мое импортнте декат бану и тдае. Са вељим демнятаті й кураж. Ща ни untру-чео Са трайм дру-че-луптаме Са треим дроље върљуі. Май путем схимба чева. Си рефузам се кредем că Молдова Ну ар виљи тур. Субтитры создавал DimaTorzok